Всем привет, дорогие друзья! Это воскресенье, а значит традиционное обзорище, а значит у вас есть подо что сегодня хорошенько покушать. Да, и обязательно давайте, у меня в прошлом ролике там несколько людей написали, типа, что ты перестал задавать вопрос, что вы едите под обзор? Вот задаю этот вопрос, пишите в комментах, что конкретно вы едите под этот обзор. Все посмотрю, все пролайкаю, ну постараюсь по крайней мере. А у нас сегодня на обзоре татарская кухня, еще ни разу не было у нас обзора доставки какой-то татарской еды, и сегодня у нас много пирогов. Эчпочмак, всякое такое, ждем. Заведение называется Татарей, там делают по идее аутентичную очень кухню. Ждать, правда, долго. Они уже приехали, сейчас 3 часа, а заказали мы в начале, где-то в середине 11-го. Но, с другой стороны, меня предупредили, и на сайте написано, что у них производится все под конкретный заказ, все это выпекается. Нужно время. Меня предупредили, что привезут до 3-х. Я согласился, и мне привезли до 3-х. Долго, но я предупрежден, значит вооружен. Татария приехали. Косяки, конечно, были у них, я имею ввиду, вот с организацией, логистики, но не критичные. Например, у них не было сдачи по какой-то причине, и у меня не спрашивали, нужна сдача или нет. Диме пришлось на Сбер онлайн переводить. А, да? Вот так вот. И курьер еще спросил какой-то код подтверждения, который пришел на телефон в виде СМС, код подтверждения заказа. Я не очень понял, зачем это, что это за код такой. В общем, мы не сообразили, и сказали курьеру, что у нас нет никакого кода, и он уехал. Потом посмотрели, в СМС-ке какой-то код действительно пришел. В общем, вот так вот все. Смотри, как довольно тяжело, и весьма симпатично все это выглядит. Тут немножко уже конденсат у нас образовался. Ну, тепленько, что сказать, тепленько. Татарская... А, не татария, а называется татарча. Это я татария прочитал. Ну, блин. Русский человек татарчу читает, как татария, запомните. Вот, татарская лавка. Накормим с душой, по-настоящему вкусно по-татарски. Доставка по Москве. Какой-то милый бантик. Ну, упаковка очень приятная, на самом деле. Мне нравятся вот эти всякие крафтовые истории. И вот они, пироги. Ну, в принципе, в принципе, все довольно тепло. Сейчас я вам это попробую подтвердить. Эвана как. Вот этот пирог очень долго готовился. Такой еще шарик сверху. Слушай, 63 градуса сверху пирога. Внутри я думаю, что он еще горячей. То есть вопросов нет. 49 градусов. Ну, отсюда идет тепло из всех этих коробок. Поэтому вот так вот. А вот это уже попрохладнее. Вот эти пироги 36 градусов. И по ощущению, они вот такие же. То есть я практически не чувствую от них тепла. Давайте я сразу всех предупрежу. Потому что очень многие из вас, вот если я делаю обзоры на какую-то кухню, в которой я не разбираюсь, и какие-то ошибки допускаю, что-то там не так называю и так далее, да, вы начинаете писать. Блин, ребят, вы поймите, я обычный человек. То есть я не какой-то там критик ресторанный. Я не разбираюсь в кухнях досконально. Я не профессиональный повод. Я просто как бы по своим ощущениям. Поэтому я что-то могу не знать. Когда мы снимали обзор там на корейскую кухню, ресторан Хон Гронг, там мне все написали, что какая-то трава там была, которую я сказал просто трава сорванная где-то во дворе. Это как будто бы какая-то крапива. Непонятно. В общем, непонятные листики, они по ходу дела несъедобные. Мне кажется, они сходили во двор, нарвали просто и положили сюда. Мне написали название этой травы, что они всегда ее добавляют. Да какого хрен, да? Может быть, они ее всегда и добавляют в свою кухню. Но это была горькая трава, отвратительная, невкусная трава. Я об этом и говорю. Поэтому я не обязан все знать. Если я буду называть Эчпочмак Эчпочмиком, например, это не значит, что я плохой человек. Просто я не знаю татарской кухни. Для меня татарская кухня, по большому счету, это Эчпочмак и Чак-Чак, и все. Ну и еще вот несколько позиций, которые мы сегодня увидим. Начнем мы с чего? Давайте сытный пирог, вот этот большой, оставим напоследок, потому что он меньше всего остынет. А попробуем остальные позиции. О, смотри, сколько влаги оставил. Ну, например, я не знаю, что такое костыбай. Вот теперь я знаю, что это вот жареная лепешка с тестом и начинкой. У нас здесь по три пирога. Костыбай у нас с картофелем и грибами и костыбай с творогом и зелью. Почему их по три и почему я такой классный и заказал себе кучу всего? Потому что у них меньше заказать нельзя. Заказ только от трех штук каждой позиции, ну, кроме большого пирога. Пирог, слава богу, можно заказать в единственном экземпляре. Так, каждый костыбай, лепешка с картофельным пюре и грибами весит 150 граммов. А лепешка с творогом 125. У нас здесь, соответственно, три по 150, вот эти вот, и три по 125. А давайте-ка суммируем, а. 450, да, и 375. 450 и 375. 800. Че? 25, что ли? 825 получается, нет? Черт, как давно было это гребанное образование. 825 граммов должно весить. 827. Ну, как бы с учетом коробки, да, можно сказать, небольшой недоезд, но в целом все хорошо соблюдено. Кастыбай, кастыбай. Почему-то название кастыбай у меня ассоциируется с каким-то национальным героем. Кастыбай Иваныч, который завоевал какие-нибудь земли. Нет. Блин, меня татары замочат в этом ролике. Простите, ребят, сразу. Я не виноват. Парень не ведает, что творит. Ну, в общем, вот такая вот лепешка. Смотри, это просто, просто лепешка. Пережаренная, она довольно мягкая, ну, типа лавашка такая, да? Вот. А внутри этой лепешки, посмотри, что. Опачки. Здесь грибочки. Смотри, лук. Причем лук не особо-то пережаренный. То есть, лук весьма адекватного внешнего вида. Такой карамельный, красивый. И картофельное пюрешко. Это кастыбай по-президентски, блин. Помните обзор, да? На шаурму от Амирана. Так, как есть кастыбай? Это какой-то, как будто чебурек, только он не закрыт. И давай я вот так вот в четверть сложу и попробуем. Довольно выглядит, ну, выглядит так начиненно. Мне нравится. Ого, сколько соли, блин. Нормально, Татаро, молодцы. Не, нормально по соли. Нормально. Это первое ощущение, потому что я только что пил пресную воду. Прикольно, слушай, но... 100 рублей стоит. Иду на другое. Вот это с картошкой и грибами. Довольно прикольно. То есть он вкусный. Он вкусный и вообще не сухой. То есть благодаря тому, что они туда лучок добавили, грибочки не пересушили, и пюрешко такая нормальная, видимо, немножко с молоком замешанное. Все довольно съедобно и в целом вкусно вообще. То есть вот это вот пресное тесто, оно прикольное. Оно мне нравится. Ну, тесто здесь больше не для вкуса, а для того, чтобы, ну, как бы удерживать начинку. Вот для этого теста. Это творог и зелень. Ну, здесь творог и зелень. Все, все как и написано. Давай по той же самой схеме, хоть с творогом чуть попроще. Он не так сильно разваливается. Ну, лепешка приятная, слушай, она такая, то есть вот... Она мягкая. Это вообще не чебурек ни разу. Мягкое такое пресненькое тесто. Можно карасей ловить на него. Тяжело жуется. Такая пластилиновая консистенция. Кстати, напитков не было никаких, не заказал. Дай запить хоть вот этот вот. О, дай мой этот. Энергетик от Давидыча, блин. Да, очень-очень хочется запить его. Но вкус прикольный. Внутри этого костыбая. Или костыбая. Творог, но мягкий творог. Он больше похож даже по вкусу на сыр. Вот типа Хохланд, там Альмит. Ты знаете, вот эти вот сыры творожные. Прикольно, вкусно. Но мне он не очень зашел, только исходя из консистенции. То есть он очень вязкая история какая-то. С грибочками и картошкой попонятней, поинтересней, полюбопытней. У нас вообще этот обзор наконец-то. Мечты многих сбудутся. Он, видимо, будет очень быстрый, потому что у нас не так много позиций. Мы заказали все меню, кроме тыквенного, по-моему, костыба и еще чего-то. Заказали все меню. Сейчас быстро все это попробуем. И обзорчик выйдет минут на 20. У-у-у, мечты, мечты. Ладно. Целая коробка. Куча вкусняшек. И все по три штуки. Проложено пергаментом. Причем пергамент, смотри, чтобы вот здесь вот он не складывался. Он еще и подрезан в углах. Прикольненько. У нас здесь вагбелиш. Это то же самое, что большой пирог, только маленький. С бараниной. Это всем известный эчпочмак. Наверное, эчпочмак знают все в татарской кухне. Он с говядиной. И элиш. Элиш я первый раз в своей жизни вообще попробовал на заправке. Какая была? Татнефть, елки-палки. Татарская нефть. Вот. Я тогда попробовал этот элиш. В принципе, нормально тогда зашло. Мы обзор снимали. Но в нем почему-то дырочка вот здесь такая. Стратегическое отверстие для выхода пара, видимо. Вот. В общем, элиш. Он с курицей. То есть у нас здесь баранина, говядина и курица. И всего по три. Элиш. 135 граммов должен весит. А весит 130. Не до вес. Ваг Белиш. Оба-на. 135. Должен весит. Весит 134. Не придираемся. Ну и эчпочмак. 113, а должен всего 100. С ним вообще все в порядке. Я не знаю, какой должен быть правильный элиш. Или эчпочмак. Ну, эчпочмак. Ладно, может быть и знаю. Я, в принципе, их ел в своей жизни. Ваг Белиш. Какой должен быть. Поэтому я буду говорить исключительно свои ощущения от того, как мне. Аиш позиционирует всякие вроде аутентичная кухня. Татарская. Ответственно, для меня это будет ориентир. Видимо. Ладно. Давай. Ваг Белиш. С бараниной. Очень похоже на какие-нибудь манты. Просто жареные. Тесто очень желтое. Значит, в нем много яиц. То есть, это тесто такое почти сдобное. Видимо. Рубленная картошка. И рубленная баранина. Ну, я надеюсь, что это именно баранина. На срезе очень похоже на какого-то... На кошку, короче. Бэтмен. Он такой, не играйся с едой, сказала бы мне мама. А ладно, не играюсь. Реально, я теперь думаю, что это кошка. Это халукити. Я не могу ее съесть. Сейчас лбами буду сталкивать несколько национальных кухонь. Короче. Если взять самсу с бараниной. Я очень люблю самсу с бараниной. Мне вообще нравится самса. Мне нравится баранина. В самсе, как правило, вот там, где я ее покупаю, по крайней мере, кладут очень много лука. Лука должно быть много. Там, где баранина, баранина и лук. Это очень классно сочетается. Самса очень сильно выигрывает у этого татарского пирога по сочности. Одновременно самса выигрывает еще и в плане теста. То есть, тесто, вот это хрустящее, слоеное тесто. Мне больше нравится. Оно больше подходит к начинке. Мягкая начинка больше подходит. Но, тем не менее, эти ребята продают не узбекскую самсу, а продают как бы татарскую кухню. И давайте говорить про нее. Если абстрагироваться, то это вкусный пирожок. Здесь начинка довольно сочная. Здесь хорошо пожаренное мясо. Нет такого, что там, какие-то жилы жую. Нормальное мяско внутри. Сочненькое. Даже с какими-то элементами бульона. И, в принципе, нормальная картошечка кубиком. Что касается говядины. Говядину мы оценим в пирожке под названием Эйчпочмак. Классический треугольный Эйчпочмак. Довольно тонкое тесто. Хорошо пропечено прямо до конца. Начинка очень схожа с предыдущим. А точнее, она такая же, только говядина вместо баранины. На что похож этот пирожок, я не знаю. Может быть, немножко он... Ладно. Пробую. Реально, никакой разницы. На самом деле, серьезно, это по факту тот же пирожок. То есть, тут особо не чувствуется говядина. Там не особо чувствовалось баранина. По большому счету, поменяв начинки, пирог остался бы тем же. Но Эйчпочмак, пожалуй, его удобнее есть и приятнее. Потому что здесь тесто равномерно одинаково тонкое. В отличие от вот этого вот Бэлиша или Бэлиша, где довольно толстый слой вот этого лба у Хеллокити. Начинка нормальная, сочная. Но восторга нет. Я не знаю. То есть, у меня ни тот, ни другой пирог не вызывает никакого восторга. И в то же время нареканий особо тоже никаких нет. У нас еще остался пирог под названием Элиш. С рубленой курицей и картофелем. То же самое, только с курицей и картофелем. И в принципе, этот Элиш очень похож на Вак Бэлиш. Элиш на Вак Бэлиш. По внешнему виду и принципу защипления теста. Ну, просто возможно, возможно. Я предполагаю, что татарская кухня не совсем мое. Вот. Потому что с точки зрения того, как приготовлены эти пироги, вопросов вообще никаких нет. Наверное, это абсолютно эталонные пироги татарские. То есть, вот любой татарин, кто вот это съест, скажет там, как бабушка моя готовила, так это и есть. Наверняка, они действительно неплохие. То есть, ну, нормальные, вкусные пироги. В принципе, за более-менее адекватные деньги. То есть, один вот такой вот пирог стоит там 100 рублей. Да, он небольшой, как бы 130 граммов этот пирожок весит. Но в то же время и не какие-то там заоблачные цены. То есть, более-менее, более-менее это еще понять могу. Хотя, наверное, нет пироги. Эта штука дешевая. Я не знаю, для меня психологический барьер пирожка. Это рублей 60, типа такого. Напишите свое мнение. Я не знаю, сколько может стоить пирожок. То есть, это по сути то обычный пирожок, но вот только татарский. Короче, я растекаюсь мыслью по древу. А по факту я хочу сказать, что у меня нет никакого восторга абсолютно по этим пирогам. Обычное нормальное тесто. Да, там больше яиц, наверное, чем обычно мы делаем какое-то дрожжевое тесто. Оно ближе к песочному, что ли, скорее. По консистенции. Да, нормальная начинка. Но она скучная. То есть, там нет ничего. Если даже... Вот взять, я, например, не люблю индийскую кухню. Ну, как, я средненько к ней отношусь. Как бы иногда могу в индийский ресторан куда-нибудь сходить. Но, в принципе, не кайфую. Мне не нравятся вот эти вот специи специфические. Вот этот кориандр, карри, там, куркума, да. Еще куча всего, чего они добавляют. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, все эти специи, они направлены как бы на какую-то приколюху. То есть, они создают аутентичность кухни, да. Ну, так же, как, я не знаю, там, базилик, орегано в итальянской кухне. Там, прованские травы во французской. Ну, что-то такое. То есть, где-то есть какие-то приколы. Здесь же как бы нет, то есть, вот, каких-то ароматов таких специфических, по которым можно сказать, или, там, уловив его где-то, можно сказать, о, татарская кухня. Такого нет. Слишком просто, что ли. Ладно, давай. Ну, у нас, в принципе, смотри, мы попробовали пироги. У нас остался еще большой мега-пирог. Сейчас мы его оценим. Блин, как это конденсат. Зурбелиш. Или Белиш. Я вот не знаю, где ударение ставить. Сытный пирог на большую компанию. Тысяча восемьсот килограмм. Тысяча сто девяносто рублей он стоит. Тысяча восемьсот граммов. Настраивайся, потому что, может, я уроню, может, еще что. Давай, давай, можно? Давай. Ну, он весит. Не, он весит дофига. Ну, чуть-чуть меньше. Тысяча семьсот пять граммов он весит. Ну, сто граммов чуть-чуть не доложили. Ладно. Зато очень красиво. Я вот не знаю. Мне очень нравится, как это выглядит. В принципе, даже вот взять там H-Poge Max. Смотри, как аккуратно. Я прям представляю. Тут даже понятно, что это женские руки делали защипы. Скорее всего. Потому что, да, да, да. Вот здесь вот мои пальцы не влазят толстенькие. То есть, это делала какая-то женщина. Вот. Пирог тоже очень красивый, изумительно сделанный. Сверху лежит шарик. Это просто шарик теста. Внутри отверстие для выхода пара. Видите? То есть, вот так вот это все мило закрыто. Это обычный кусочек теста. Ну, пирог очень эстетически симпатичный, красивый и клево сделанный. Давай посмотрим. Ах, у меня была надежда, что может внутри что-то там интересное. Нет, это просто кусочек теста. Ладненько. Давайте порежем эту красоту. Очень здорово, что здесь эстетики выделено столько. Воу-воу-воу, посмотри, подожди. Вот это вот надо показать. Смотри, как сколько вытекло всего. Видно этот бульон? Подожди. Окей. Я что-то не то сделал. Может быть, есть какая-то технология поедания этого пирога. Особая. Но куда столько вылилось-то? Эй. Ой. Зашибись. Довольно эпично выглядит. И я довольно эпично все это уронил. Как бы понятно, круто, что очень сочный пирог. Это очень круто, что он сочный. Но то, что вся эта сочность, она вот в виде такой лужицы у нас здесь образуется, это портит, конечно, ощущение от поедания этого пирога. Это немножко грустно. И вот, кстати, вот как сок пошел, так сразу, да, он вылился и дно вымочил. Хотя до этого дно было такое прикольное запеченное. Сейчас оно становится влажненьким. Все, давай, погнали, короче, пробовать. С бараниной, да, походу? Вот, горячий прям хорошо. Там тоже картошка, там, ну вот реально там баранина, мне кажется, по запаху. И, слушай, вот в формате большого пирога... Я еще жахну сейчас, простите. В формате большого пирога это огненно. Правда, очень вкусно. Максимально сочно. Сочнее, чем у Тимати и прочего, вы видели это болото. В хорошем смысле слова. И здесь сочетание, то есть, вот, соотношение начинки и теста, в отличие от маленьких пирожков, гораздо интереснее, потому что тут начинки по отношению к тесту гораздо больше, чем в тех пирогах. И благодаря, может быть, времени выпечки тесто приобретает такую хрустящую консистенцию, приятную, что я не могу сказать про маленькие пироги. Маленькие пироги мягкие, а здесь тесто такое хрустящее. Внутри есть немножко мягкого теста, но в основном оно такое уже поджаренное. Это вкусно. Это приятно по ощущениям. Это очень сочно и начинка вкусная. То есть, это то же самое, в принципе, что и было в маленьких пирогах, только здесь это воспринимается гораздо интереснее. Но не настолько интересно, чтобы я сказал, что это вау, татарская кухня. Опять-таки, да? Это большой пирог с большим количеством начинки. Но, пожалуй, пожалуй, это, наверное, максимальное, что можно сделать из довольно тривиальных ингредиентов. То есть, тут ничего нету. Тут тесто, тут баранина, тут картошка, тут лук и все. Все, то есть, тут нет там горы специи, еще чего-то. То есть, из вот этого состава продуктов это максимально, что можно добиться, и они добились. Поэтому татар-ча, в принципе, красавчики. Единственное, что еще раз, наверное, скажу, что все-таки мое отношение к этим блюдам, которые я сегодня попробовал, никоим образом не говорит о том, что это плохая кухня. Просто она, как бы, для меня немножко, ну, чуть-чуть скучновата. И все, я имею право на свое мнение. Поэтому, господа татары, на меня обижаться не надо. Просто мне это показалось довольно уныло. Но последний пирог очень даже зашел. Вот остальные маленькие пирожки не очень. Костыбаи с грибами и картошкой ничего. Ну и в целом, вот, как бы, есть можно, но это, конечно, дофига дорого относительно этого пирога. Вообще, до 1000 рублей. Ну, там, картошки половина от начинки. То есть, он весит килограмм. Теста где-то, наверное, грамм 400. И по 200 граммов мяса и картошки. И вот, пожалуйста, вам пирог за 1200 рублей. Вот, не дешево, не дешево, но сытно. И, в принципе, более-менее нормально вкусно. Вот и весь обзор, ребят. Хотели что-нибудь необычного? Получите, распишитесь, все. Сейчас выставим оценки и разойдемся. Цена, вкус, качество, соответствие. Я почему-то, у меня психологическое желание было ставить половинки. Потому что, ну, например, да, вот, цена 3,5. Сказать, что высокая цена, ну, в принципе, не сказать. 100 рублей за продукт, как бы не очень-то с доставкой, не очень-то и дорого. Хотя, меня заставили 3 купить. Каждого. В то же время и поставить тройку не хочется. Поэтому ставлю 3,5 по своим ощущениям. Вкус, качество тоже ставлю 3,5. Это среднее между хорошо и удовлетворительно. Если большой пирог мне понравился, действительно понравился, я его с удовольствием доем, то те пироги доем, ну, без удовольствия просто съем их. Потому что они неплохие. Соответствие 4,5 за небольшой недовесик в пироге у нас. Ну, кстати, что, небольшой, там, 8% примерно. В общем, 4,5 сервис. 2, ребят, блин, ну, спрашивайте про сдачу. Не грузите людей всякими кодами. Давайте салфетки хотя бы. Что-то такое. Конечно, я не прошу там дополнительно одноразовые посуды. Но это тоже, вот, всем, кто пироги возит, ребят, ну, если вы везете, там, например, в какой-нибудь офис, да, ну, положите людям эти дешманские какие-нибудь пластиковые тарелки. Они стоят копейки. А, ну, по факту, людям сразу все это можно будет куда-то разложить, не искать посуду, там, и съесть с коллегами. Мотивации, честно говоря, заказывать куда-то, кроме как на какие-то, вот, празднования, я для себя не вижу. То есть это вот именно вариант, там, проставления дома у коллег или еще где-то. Скорость ставлю один, но не потому, что, типа, один я такой обиженный. Нет, как я и сказал, меня предупредили. Но учитывая, что у нас рейтинг, как бы, для людей, он на сайте покашеварим.ру выложен, да, чтобы каждый мог оценить для себя, что для него важнее. Кто-то хочет, готов ждать 5 часов, но заказывать там, где вкус пятерочки у меня стоят, например. Кто-то готов в доме нас заказать там, где по вкусу такси, а зато привозят за 40 минут. Ну, то есть каждому свое. Поэтому ставим единицу, но, объективно, долгий продукт. Ну, это не хорошо, не плохо, это просто вот такой продукт. Температура 4, исключительно за то, что костыбая подостывши, да и то, в принципе, без особых претензий. Ну, и лайк я ставлю 0 от себя, потому что, задавая себе вопрос, я всегда в этом критерии задаю себе вопрос, буду ли я заказывать, и хочу ли я советовать заказывать другим. Сам заказывать я точно не буду. Советовать я тоже не буду. Но и отговаривать вас не хочу. Особенно, если вы, например, коренной там татарин, и вы очень скучаете по кухне, живете где-нибудь в Москве у нас там, и хотите попробовать что-то аутентичное, мне кажется, что вот это вот очень даже зайдет. Вот, поэтому уговаривать не буду и отговаривать не буду. Но от себя ставлю 0, потому что вот так вот. От меня лайк не получает. Татарча. Спасибо за просмотр. Рад был вас сегодня всех видеть. И я пошел читать комментарии, что же вы там ели под этот обзорчик. Побеждает, как обычно, дошираки, естественно. Но, возможно, у кого-то что-то изысканное. Такое тоже бывает. Всего вам вкусного. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok